Русская Арктика В глаза сразу бросается северный морской путь, визуализация северного морского пути, масштаб 1 к 1000. И по маршруту идет у нас ледокол 50 лет победы бирюзового цвета, который открывает путь нефтеналивному танкеру. Арктика – это 130 миллиардов тонн нефти и природного газа. Крупнейший в мире ледокол прорубает энергетическое окно в Арктику. Буксир к этому порту тянет плавучую атомную электростанцию имени Ломоносова. Плавучая АЭС – спасательный круг для удаленных районов. Арктические территории сегодня живут за счет дизельных станций. Топливо для них завозят. Академик Ломоносов станет самой северной станцией, работающей в условиях вечной мерзлоты. Создатели пророчат ему большое плавание у берегов Камчатки и Таймыра. Ответственное использование нефти, угля, газа и разработка зеленых видов энергии – на это делают акцент авторы экспозиции. Теме экологии отведено отдельное место в программе. Здесь среди бескрайних снегов и льдов импровизированных, конечно, но интерьер атмосферный. Посетителям предлагают погладить уссурийского тигра. Вот она, эта редкая кошка. Ой, мама здесь. Амурский или уссурийский тигр – за ним здесь можно понаблюдать в дозорный бинокль. А вот он пробрался на территорию исследовательской полярной станции. Но не беспокойтесь, такие кошки первыми на человека не нападают. На данных станциях живут люди, которые изучают тигра, и также патруль, который занимается охраной. Тигра от браконьерства – это пока основная угроза тигра. Сохранение природы русского севера. Посетителям об этом рассказывают на примере краснокнижного, единственного освоившего снежные пространства – тигра. Редко животное обитает на Дальнем Востоке России и на территории Китая. Две страны вместе спасают этот вид. Сегодня таких тигров на планете около 540. Поиск энергетического баланса между традиционными и альтернативными источниками энергии – это главный посыл. Россия – инициатор создания международной платформы энергетических исследований стран БРИКС. Эту тему Россия включила в деловую программу Экспо. Нас уже посетили делегации из Китая, из Бразилии, из ЮАР, из Индии. Также до 10 сентября мы планируем провести еще порядка 100 мероприятий. Один из вопросов в повестке, конечно же, будет подготовка этого соглашения, этой платформы по линии БРИКС. Российский павильон – один из самых больших на Экспо. Больше тысячи квадратных метров. Часть экспонатов привезли из музея Арктики и Антарктики. Атомные электростанции, ледоколы, тигры в экспозиции – все это только вершина айсберга. А вот и он сам. Россия привезла с собой кусочек зимы. И даже не кусочек, я бы сказала, кусок. Величина разлома этой арктической ледяной глыбы – почти 3 метра. И каждый посетитель может буквально оставить свой след в Арктике. Так. Вот здесь я оставлю свой след. Повыше. Мурашки по коже, представляете, вот это только буквально вот из Северного Ледовитого океана. Сюда прибыла. Да, из Северного Ледовитого океана. Настоящее, видите? И вот между посетителями тает лёд. Меня очень впечатлил айсберг. А моему сыну, которому 4 года, очень понравились лодки на воде и город в огнях. Тут можно узнать много нового. Я вот, например, не знала, что в России есть такой ледокол. А вот с детьми всё немного сложнее. Им ведь надо, чтобы всё двигалось, и чтобы они могли потрогать какие-то экспонаты. Самый популярный экспонат, рядом с которым непременно нужно застыть и сфотографироваться. Как ледокол ломает лёд. Он наплывает сверху на лёд и ломает весом. Первое, что посетители спрашивают, где ваш айсберг? Экскурсии по Русской Арктике здесь, на Экспо в Астане, проводят 30 гидов на трёх языках – русском, казахском, английском. До 10 сентября сотни тысяч туристов успеют прикоснуться к настоящему айсбергу. Организаторы обещают – арктического холода хватит на всех. Русская Арктика Русская Арктика Русская Арктика Русская Арктика Русская Арктика Русская Арктика Русская Арктика